Дополнительные средства на дорожное хозяйство, изменения в бюджете и ряд других важных вопросов рассмотрели парламентарий Выборгского района. Разговор со зрителем в Театре «Святая крепость» состоялась премьера камерного спектакля «Киты из августа». 16-летняя пленница, ветеран Анастасия Андреева, поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной с нашими корреспондентами. Ряд важных документов утвердили сегодня депутаты Выборгского района. В ходе очередного заседания парламентарии рассмотрели 10 вопросов, касающихся бюджета, работы контрольно-счетной комиссии, порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности. Вероника Когут расскажет подробнее. Три постоянные комиссии будут созданы из числа депутатов Выборгского района. Соответствующее положение утвердили сегодня парламентарии на очередной сессии. Ранее в Совете второго созыва действовало семь комиссий. Для оптимизации деятельности было принято решение сформировать три. Таким образом, в Совете депутатов Выборгского района третьего созыва будут сформированы следующие постоянные комиссии по бюджету, экономической политике, муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, по жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике. С первым законом об общих принципах организации местного управления обязательность создания постоянной комиссии Совета депутатов, представительных органов местного управления не предусмотрено. Тем не менее, у нас сложилась такая добрая практика, когда постоянные комиссии при Совете депутатов района, городских и сельских поселениях создавались, поэтому мы предлагаем эту практику продолжить и, соответственно, принять положение по постоянных комиссиях. Решение о формировании трех постоянных комиссий было принято единогласно. В ходе заседания парламентарии муниципального образования утвердили положение о муниципальной службе, порядок осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, структуру и штатную численность контрольно-счетной комиссии Выборгского района. На заседании речь шла также о необходимости внесения изменений в схему территориального планирования. Решением Совета депутатов порядка 10 гектаров земель запаса приведены в другую категорию для размещения охотничьей базы. Участок располагается за поселком Огоньки на границе Выборгского со Всеволожским районом. Второй участок, он также находится в Первомайском поселении, из категории земель запаса переведен в категорию земель сельхозназначения. Данные объекты позволят нам развивать туристическую направленность в районе, это позволит увеличить местный бюджет раз, во-вторых, будут увеличены рабочие места, ну и в принципе привлекательность Выборгского района, она возрастет, поскольку данные объекты находятся не только от транспортных артерий нашего района. На сессии депутаты внесли ряд изменений в решении о муниципальном бюджете. В частности, дополнительные средства из межбюджетных трансфертов направлены на дорожное хозяйство, проектирование и строительство путепровода в промзоне Лазаревка, установку автобусных павильонов и ремонт многоквартирного дома номер 11 по улице Садовой. В завершение заседания депутаты утвердили кандидатуру в Совет представительных органов муниципальных образований области при региональном законодательном собрании. А Выборгский район будет представлять Сергей Нечунаев. Вероника Когут, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Службы занятости населения Ленинградской области и общественные организации инвалидов намереваются подписать четырехстороннее соглашение о совместной работе по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Ожидается, что это произойдет до конца года. Представители обществ инвалидов собираются активно участвовать в районных ярмарках вакансий и в днях открытых дверей, которые планируется провести во всех центрах занятости населения в начале декабря. Более 1200 заявлений принял Выборгский визовый центр за месяц. Учреждение было открыто для посетителей 26 сентября. И сегодня там можно подать документы на получение визы в Финляндию, Австрию и Норвегию. Время подачи заявления, по словам руководства центра, составляет менее 15 минут. Однако оно может изменяться в зависимости от сезона и общего количества заявителей. Документы рассматриваются в соответствии с графиком, утвержденным Генеральным консультом в Финляндии, а также с учетом времени перевозки документов между Выборгом и Санкт-Петербургом. Визовый центр принимает заявления как от индивидуальных заявителей, так и от представителей аккредитованных туристических операторов. Сегодня многие турфирмы, работающие в Выборге, также предлагают жителям города и района услуги по оформлению шенгенской визы. Разница в цене составляет 200-300 рублей. Поэтому подавать документы в центр или воспользоваться услугами турфирмы – личный выбор каждого. Ответы на вопросы, касающиеся подачи визового заявления, можно найти на сайте визового центра Финляндии. Также связаться с его представителями можно по электронной почте или позвонив по телефону, который Вы видите на своих экранах, по будням с 8 до 19 часов. От сердца к сердцу. В конце октября актеры театра «Святая крепость» преподнесли выборскому зрителю подарок в виде камерного спектакля «Киты из августа», поставленного по пьесе американского драматурга Дэвида Берри. Пронзительная история о непростой любви двух сестер привлекла руководителя театра Юрия Лобецкого своей лиричностью и жизненностью. На премьере побывала наш корреспондент Наталья Березовская. Вместо зрительного зала гостям, пришедшим на премьеру «Китов из августа», было предложено разместиться в зеленой гостиной. Всего 30 мест и действия, происходящие в нескольких метрах от тебя. Так было задумано режиссером специально, чтобы между актерами и зрителями состоялся интимный, сокровенный разговор на полутонах. Волосы у меня всегда были красивые. Вот Мэтью считал, что они просто шикарные. И он был прав. А твои волосы сейчас какого цвета? Пепельного. Уже не жгучая брюнетка. Эллигический, мягкий, добрый и полный сострадания рассказ о жизни двух старых сестер на острове Мэн. Куда улетела целая жизнь и что она с собой унесла. Одна потеряла на войне любимого, другая ослепла, и у нее не сложились отношения с дочерью. Слепая пользуется своим положением и слегка терроризирует свою сестру. Но связывает их большая любовь и одиночество. А в августе так хочется снова увидеть китов. Выскакивающие блестящие черные спины, вероятно, огромных существа. А рядом их детеныши. Они идут один в один, разрывая плотную гладь океана. Бурлящие потоки воды за их хвостами несут арктический ветер. И самое великолепное – это взрывы фонтанов воды. Юрий Лобецкий рассказал, что замысел постановки возник у него уже достаточно давно, когда в наш город приезжала театральная лаборатория Театра наций. Тогда молодые режиссеры поставили на сцене Святой крепости несколько успешных спектаклей. А эту пьесу, прочитав раз, руководитель Выборгского театра решил оставить для себя. Потому что молодые режиссеры, думаю, они еще не совсем готовы к такой теме, это надо прожить жизнь. И я понял, что вот эта тема меня волнует, тема уходящих стариков, которые хотят еще жить, которые потеряли близких. Собственно, все то, что нас ждет каждого, наверное, в худшем случае. И я ее так положил себе в портфель. И хотя тема достаточно интересная и, что называется, неизбитая, режиссер признается, что довольно долго не мог решиться на ее постановку. Слишком возрастные герои, слишком деликатного подхода требуют их характеры. Это в течение года я проводил такой внутренний кастинг, не желая того, но пробовали актеры, актрисы разные. Год целый мы пытались найти какой-то подход актерский. Но вот не каждому актеру, очевидно, дано уметь играть возраст, не играя его притом, играть какую-то интонацию. И тем не менее, актерский тандем в конечном итоге сложился удачно. Ольга Гурина и Ольга Бубнова – сестры Сара и Либи, Волли Хаммер в роли Джошуа, Тамара Белова – Летиция и Николай Устинов-Лещинский, барон Николас Маранов сумели таки передать и авторский замысел, и режиссерское видение. Я совершенно не адресую к старикам, чтобы они сидели и там плакали. Ой-ой, мы такие же старые. Я адресую этот спектакль только к молодежи. Я хочу затащить молодежь, чтобы они задумались об отношении к тем родителям, бабушкам, дедушкам, старикам, которые рядом, которые тоже живые и которые хотят любви и хотят жить, и хотят еще чувствовать и быть красивыми. Сколько бы человеку не было лет, он остается тем, какой он был маленький, только шкурка постарела, а сам-то он остается и в эмоциях, и в желаниях, а самое главное – в любви таким же, сколько бы ему не было лет. Вот и все. Премьера завершилась искренними аплодисментами, цветами и поздравлениями. А значит, актеры были убедительны, и тема оказалась нужной зрителю. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Разнообразие форм и цветовой палитры. В библиотеке Алвара Алта открыта выставка кандидата геолога минералогических наук Анатолия Вохминцева под названием «Великолепие камня самоцветы». Геолог из Кабиногорска преподает в выборском филиале Санкт-Петербургского государственного экономического университета и ведет кружок в школе номер 37. Более 30 лет отработал в Горном институте в Санкт-Петербурге. Свою коллекцию он собирал всю жизнь, объехав с экспедициями практически весь бывший Советский Союз. Признается, что держал в своих руках все, кроме алмазов. Часть экспонатов для коллекции подарили коллеги и друзья, другие находил и обрабатывал для экспозиции лично. Как любой увлеченный человек, Анатолий Вохминцев может рассказывать о предмете своей страсти часами. Он, кстати, придерживается теории, что камень – живой организм. Это не выдумка моя. Мой учитель Дмитрий Павлович Григорьев как раз даже одну статью посвятил болезням камня. Она была опубликована, по-моему, в журнале «Природа» или «Наука жизни». Камни болеют, зарождаются, растут, болеют, умирают и так далее. Рубины и изумруды, аметисты, берилы, другие самоцветы с самыми разными свойствами – камни, рождающие металл, руды железа, магния, марганца. Каждый из них уникален и заслуживает отдельного разговора, считает автор экспозиции. Кстати, несколько камней своей коллекции Анатолий Вохминцев подарил Выборгскому краеведческому музею в надежде на то, что когда-нибудь там откроется постоянная выставка, рассказывающая о богатстве полезных ископаемых родного края. Я призываю моих коллег-геологов из Петербурга, в частности, обратить больше внимания на наш Выборгский район, где мы еще не знаем, что у нас под ногами. То есть, возможно, здесь открытие металлов, за которыми пока что наши геологи ездят за Байкалье, на Кольский полуостров и в другие далекие регионы. На презентации выставки гости мероприятия смогли не только полюбоваться красотой камней. Анатолий Вохминцев подробно рассказал об их полезных свойствах и показал уникальные кадры из научно-популярного фильма «Великолепие камня», текстов которым читает народный артист России Иван Краско. Неугасаемая связь времен. В историко-культурном музейном центре Выборга состоялась встреча с ветераном Великой Отечественной войны Анастасией Ивановной Андреевой. В августе 1941 года 16-летняя девушка добровольцем ушла на фронт и буквально через несколько дней оказалась в финском плену. Воспоминаниями о том времени ветеран поделилась с гостями Дома-музея Ленина. В их числе были и наши корреспонденты. Неугасаемая связь времен. Выборгский историко-культурный музейный центр продолжает собирать материалы о людях, которые жили в нашем городе до, во время и после Великой Отечественной войны. На этот раз гостем Дома-музея Ленина стала Анастасия Ивановна Андреева. В 1941-м ей было всего 16. Когда объявили о начале войны, девушка сразу побежала в военкомат. Хотела записаться добровольцем. Не взяли. Тогда школьница записалась на курсы санитарной у дружинниц. Спустя некоторое время в Выборг прибыли вербовщики из медсанбата. И вновь Анастасия явилась в военкомат. Нала паспорт этим мальчишкам дежурным. Они приписали там 22-й год рождения. Пошла. Пришла домой и говорю, я ухожу на фронт. Мама говорит, какой фронт? Мама, ухожу на фронт. Дай мне скорее мою сумку. Она схватила меня за ноги и говорит, не пущу. Не пущу. А я в окошко прыгнула и побежала. Побежала. Пришла в военкомат, этот мне дежурный говорит, ты где бегаешь? Машина там стоит. Уже садятся там. Иди во двор, садисься быстренько. Я говорю, слушай, сейчас мои родители бегут сюда. Я задержу их. Я задержу их. Так Анастасия Андреева стала бойцом Красной Армии. В августе 41-го медсанбат, отступая, попал в окружение. Тех раненых, кого можно было перемещать транспортом, пытались вывезти. Остальных оставляли на милость врага. Прорываясь к своим по Средневыборгскому шоссе, наша героиня получила пять ранений, в том числе сквозную в голову. Подобрала ее финская рабочая команда. Я говорю, открывайте дверь. Заходит форма серая. Я смотрю, хоть и чокнутая была. Чокнутая была. Я, наверное, в шоке у меня. Но я что-то соображала. Я очень рада сознание теряла. Потому что, видимо, контужие, видимо, вонели. Заходит. Здравствуйте. По-русски. Я говорю, здравствуйте. Я ему спрашиваю, первый вопрос, что я ему сказала, где я? Он говорит, там, где ты не ожидала быть. Я говорю, что вы хотите сказать? Ты пленул Финляндию. Я отключилась. Чудом юная пленница осталась жива. После госпиталя – несколько лагерей. Работа на лесозаготовке. Плохое питание. Анастасия Ивановна рассказывает, из 64 тысяч военнопленных домой вернулись только 20. Остальные умерли или погибли. Никакого лекарства не давали раненым. Ничего. Ничего. Из барака 50 человек умирало. 200 было. За ночь 50 человек умрали. Спустя три страшных года военнопленные вернулись в Выборг, но здесь их встретили холодно. Поэтому долгие годы Анастасия Ивановна хранила этот факт своей биографии в тайне. После войны работала дворником, а окончив медучилище, всю свою жизнь посвятила медицине. Работала в поликлинике и детской больнице. Анастасия Андреева с благодарностью приняла поздравление директора историко-культурного центра Надежды Забавской и депутата городского совета Михаила Макарова. Рассказ ветерана настолько тронул участников встречи, что многие украдкой вытирали слезы. Вероника Когут, Валерий Притяжнюк, Медиагруппа «Наш город». Региональное правительство сохранит действующую систему финансовой поддержки муниципальных образований. Об этом сообщил вице-губернатор Ленобласти Роман Марков. В местные бюджеты, как и в 2014 году, будут зачисляться дополнительные 5% от налога на доходы физических лиц и 100% налога, взимаемого с малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения. Благодаря этому в 2015 году бюджеты муниципальных образований пополнятся на сумму свыше 3 млрд. рублей. Официальный курс валют на 30 октября, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 54 рубля 34 копейки, доллар 42 рубля 65 копеек. Лучших вратарей, нападающих и защитников чествовали в Выборге. Федерация футбола Выборгского района подвела итоги сезона. Открывает церемонию председателя районного комитета спорта, культуры и молодежной политики. Владимир Долгих отметил, что следующее первенство Выборга будет проходить на современном стадионе на проспекте Суворова. Его строительство завершится до конца года. Впервые в этом сезоне мужская команда «Фаворит» принимала участие в первенстве России среди команд 3-го дивизиона Северо-Запада. В общем зачете наши земляки заняли 5-е место. Это не тот результат, который мы ожидали. Мы, конечно, ожидали более лучшего результата, но по большому счету первый раз, думаю, что отсутствие опыта сыграло здесь главную роль, потому что в начале чемпионата мы выступали очень уверенно, были на первом и втором месте, но под конец чемпионата, конечно, у нас возникли некоторые сложности и с составом. Поэтому я думаю, что для начала, для первого раза это удовлетворительный результат. Будем надеяться на более лучший в следующем году. В связи с участием мужской сборной в первенстве России в клубный зачет Ленинградской области фаворит в этом году не заявлялся. По итогам сезона молодежная команда заняла 4-е место, юноши на втором месте. Детская сборная сумела занять лишь пятую позицию, подготовительная третью. Отлично в этом году прошло первенство Выборга среди любительских команд. По словам главного судьи соревнований Андрея Черепанова, в каждой группе борьба за медали шла напряженно. Радует, что в каждой группе количество команд, претендующих на призовые места, буквально в каждой группе, по 5-6 команд претендовали реально до последнего времени попасть в тропку призеров. По итогам сезона во второй группе первое место заняла команда Гончарова. В первой не было равных футболистам ОМВД. Победители и призеры, помимо памятных дипломов, медалей и кубков, получили от спортивно-молодежного центра фаворит футбольные мячи. Подвели в этот день итоги чемпионата Выборгского района. Главный судья соревнований Александр Халдеев выразил надежду, что в следующем сезоне возрастет количество участников. В этом году заявилось всего 6 команд. По итогам сыгранных матчей первое место заняла сборная фаворит. Немного уступил им Светогорец. На третьем месте команда поселка Советский. И в продолжение темы. Новое покрытие уложат на стадионе «Авангарда» в течение ближайших трех дней. В ходе работ будет увеличен размер поля, что позволит проводить в Выборге футбольные соревнования более высокого уровня. Старое покрытие передано спортсменам поселка Глебычево. Его хватит на два небольших стадиона. Работы завершатся до 10 ноября. Сборная Выборгского детского дома одержала победу на футбольном турнире в Санкт-Петербурге. Участие в соревнованиях принимали воспитанники детских домов Северной столицы и городов Ленинградской области. Выборгские футболисты дошли до финала, где встретились с командой Петербургского детского дома номер 11. В упорной борьбе матч завершился со счетом 3-2 в пользу наших ребят. На этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке, в Твиттере, а также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 30 октября в Выборге будет солнечно. Температура воздуха днем от 6 до 8 тепла, а в ночное время 0,2. Ветер юго-западный 2-3 м в секунду. В Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем 5-7, ночью 3-5 градусов со знаком плюс. Ветер западный 2-3 м в секунду. В Пейнранде ясно. Днем плюс 5-7 градусов, ночью около нуля. Ветер юго-западный 3-4 м в секунду. В Хельсинки ясно. Днем до плюс 8, ночью от 1 до 3 градусов выше нуля. Ветер западный 4-5 м в секунду.